Доброе утро! Доброе утро! По телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте вопросы гостям по теме сегодняшней программы. Я напоминаю, что мы говорим сегодня о волонтерском движении в Одинцовском районе. Есть ли вообще это движение в Одинцовском районе? И если есть, то какое оно? Единого нет. Есть определенные волонтерские движения, их несколько. Одно из них Одинвол, который я основал. В основном входят в состав школьники. Ну и есть студенты из нашего Одинцовского техникума, западного института нашего филиала. А как давно основалась эта организация? Ну, сама идея создания была 19 апреля 2015 года. Тогда вот мы назывались Одивол. Потом пришлось переименоваться в Одинвол. Но в итоге начали развиваться активно. А как вы думаете, почему вот такой, да, ну, скажем, такой состав волонтерского движения в основном молодежь? Люди постарше стесняются из-за возраста присоединиться? Или почему? Или такой кружок поинтересам? Скорее всего, из-за работы, потому что надо как-то совмещать и в общественной деятельности, и в работу, поскольку за волонтерство у нас не платят. Поэтому приходится делать акцент на работу. Вот, Сергей, а именно вам, лично вам, зачем, собственно, это волонтерское движение? Ну, наверное, призвание души. Хочется как-то активность проявлять, направлять энергию в нужный русл. А как это призвание ощутили? Вот один раз проснулись, и все, я сегодня займусь волонтерской деятельностью. Или все-таки как-то шли-шли и созрело со временем решение? Ну, вот самое первое мероприятие было Лес Победы в 2015 году. Мы первый раз съездили, нам понравилось все, что вот нас привезли, показали, что делать, мы помогали людям. И все потом волонтеры все втянулись. Илья, я так понимаю, что у движения Демос очень много различных направлений, в том числе волонтерское, правильно? Да. Вот, может быть, расскажем поподробнее, чем все-таки Демос занимается? Демос занимается организацией, в первую очередь, различных мероприятий. В принципе, из этого и вышло, наверное, желание быть волонтером. Потому что помню, когда шесть лет назад создавал организацию, толкнуло меня на создание именно то, то, что я был тогда молод, горяч, мне захотелось вот чего-то. Я вышел на улицу, я понял, что ничего нету. Не для меня, не для детей, людей моего возраста. И захотелось как-то занять. Соответственно, сделали какое-то первое мероприятие. У нас первая акция, по-моему, была «Меняем сигареты на конфеты». За здоровый образ жизни она была. Замечательная акция. Честно скажу, да, посмотрели ее у Белорусского союза молодежи. Не помню, как он правильно называется. Но акция довольно-таки хорошая. Проводили ее в Голицыно. Купили конфеты сами. То есть взяли деньги с ребятами, скинулись. Купили эти конфеты и ходили, людям говорили, объясняли. И как люди реагировали? Неоднозначно. Но с любопытством отдавали сигареты. То есть за одну сигарету полагалась одна конфета. Кто-то отдавал сразу пачка. Мы им столько же конфет, сколько в пачке было. Потом все эти сигареты вместе с сотрудниками правоприятных органов были ликвидированы, сожжены. То есть эти сигареты не были разданы волонтерам, кто там курит. Такого не было. И возможности забрать потом. И возможности забрать, да, тоже не было. То есть их ликвидировали, все было в этом плане очень приятно. И это, наверное, да, первое, что сподвигло заниматься какой-то активистской, волонтерской, добровольнической деятельностью. А сейчас что входит в кругу ваших волонтерских интересов? Конечно же, помощь. То есть всем, кто попросит вообще о помощи, обязательно надо помочь. В основном за помощью обращаются либо бабушки какие-то. Была у нас такая ситуация, что бабушка у нее была сломана нога, не могла она за водой сходить. Наши ребята сходили ей за водой. Просто такая кратенькая акция. Прошлой зимой, этой мы еще, к сожалению, не занимались, прошлой зимой мы чистили участки пенсионерам, ветеранам, всем просто. В городе Голицын это было все. Чистили участки от снега, деревья по весне пилили. Но это такая. Деятельность была, как у тимуровцев. Также обращаются администрации Единцовского района, городские администрации, какие-то дома культуры обращаются за помощью. То есть помощь в проведении каких-либо мероприятий. Поэтому работа всегда есть для волонтеров и всегда будет. Вы уже несколько лет занимаетесь волонтерской деятельностью. Вы Сергей, вы Илья. Вот за это время ваше видение этой деятельности как-то изменилось? Или, в общем-то, какие были идеалы, такие они и остались? Ну, в общем-то, волонтерская деятельность, вернее, безгранична. У кого-то свои направления, у кого-то другие. Идеалов, в принципе, нет. Не знаю. Мне кажется, она не изменилась, а наоборот даже усовершенствовалась. В плане того, что, ну да, изменилась от худшего к лучшему. По той причине, что ты поначалу думаешь, что волонтер это что-то непонятное для тебя. А потом в процессе уже того, как ты этим занимаешься, ты понимаешь, что, блин, это же действительно очень круто. Все эти дела, они в процессе и формируются. Да, они в процессе и формируются, потому что у тебя с каждым твоим мероприятием, в каком бы ты ни участвовал, у тебя расширяется спектр. Ты можешь быть то на музыкальном концерте, то на какой-нибудь выставке художественной, то на какой-нибудь елке, да где угодно просто. И поэтому тебе становится интересно этим заниматься. Вот вплоть от уборки снега на участке до организации какого-нибудь прям крутого такого концерта. А нет вот какого-то такого выгорания у волонтеров? Ведь все-таки волонтеры, они не только как-то физически помогают, они очень много душевных сил тратят на свою деятельность. А это выматывает любого человека. Есть такое, замечается, да, что вот все, я устал, я не могу и вообще все отстают от меня. В очень редких случаях, а в основном после каждого мероприятия у нас волонтеры спрашивают, когда следующее мероприятие. Вот буквально 4-го числа вот у нас елки прошли, буквально через 2 дня, а когда следующее мероприятие? Я говорю, пока отдыхайте, потому что... Или в этот же день. Да, потому что сейчас вот столкнулись с тем, что у некоторых учеба хромает. И вот я говорю, пока подтягивать учебу, а потом уже будем о мероприятиях говорить. Да, тут, скорее всего, не выгорание. Тут основная проблема, по какой причине волонтеры прекращают свою деятельность, это учеба, потому что у кого-то... Ну, поскольку основная аудитория, естественно, волонтеров, это школьники, это 9-й, 10-й, 11-й класс, это, соответственно, ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, все вот эти вот экзамены. Они к ним сейчас готовятся очень плотно и активно. По этой причине они просто из-за учебы бросают. Кто-то может совмещать. Да, кто-то может, кто-то не может. Они бросают это дело, но потом некоторые возвращаются. А часто ли в волонтерской среде создаются семьи? Вот, наверное, это идеальный вариант, когда и муж, и жена волонтер, тогда, собственно, вот семейная причина уже не может быть для того, чтобы прекращать... Исходя из нашего опыта, сколько вот у нас пар было, они все время друг с другом разругаются. Все, я ухожу из волонтерки. Оба причин, да? И второй уходит, да. Потом все вроде утихло, один возвращается, второй. Опять они вроде встречаются, опять ругаются, все, и опять уходят. И вот это вот постоянное туда-сюда хождение тоже нехорошо. Но самих семей еще пока нет. Ну, я думаю, что все еще впереди. Минувший год действительно выдался очень насыщенным для Одинцовских волонтеров. Одна из акций, в которой они принимали участие, называется «Рождественский караван». Чем именно там занимались наши волонтеры? Давайте посмотрим. Внимание на экран. На улице минус 15, но даже сильный мороз не смог помешать празднику в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Чтобы дети не замерзли, волонтеры играют с ними в подвижные игры. А Санта-Клаус создает волшебную атмосферу. Настоящий праздник, праздник добра, счастья, любви, веры в мечту вы создаете сами. Поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами создать такой праздник. Согласны? Да! Не слышу, согласны? Да! Одинцово впервые принимает участие в благотворительной акции компании «Кока-Кола» «Рождественский караван». Столица нашего района вошла в число 12 российских городов, по которым проедут знаменитые красные грузовики, на протяжении многих лет ассоциирующиеся с праздником. Ребята, я вас поздравляю. Это действительно незабываемое впечатление караван «Кока-Колы». Мы все уже обучены радоваться в виде праздничного пробега. Что еще надо? Хорошее настроение, Новый год. Поздравляю вас с наступающим. Отдохните здесь от всей души. На праздники работали аниматоры, волонтеры и фокусники. Они провели с детьми игры и викторины. Ребята писали письма Деду Морозу, с удовольствием делали аквагрим и праздничные прически. Играли на музыкальных инструментах. Основная философия этой акции – собрать детей разного возраста, разных возможностей. И детей с ограниченными возможностями, с особенностями развития и здоровых детей. Для того, чтобы они все на интерактивных площадках общались и чувствовали себя равными. Мы впервые приехали в Подмосковье. Мы ежегодно определяем площадки, где мы еще не были, где нужна помощь. Где дети нас ждут. Где наш праздник будет долгожданным, волшебным. И где он зарядит детей новогодним рождественским настроением. Где нуждаются в нашей помощи. В этом году рождественскому каравану исполнилось уже 18 лет. Это тот редкий случай, когда обычная рекламная кампания превратилась в социально значимый волонтерский проект. А я напоминаю, что в прямом эфире телекомпании Одинцова программа «Актуальное интервью». И сегодня мы говорим о волонтерстве в Одинцовском районе. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Сейчас мы вернулись ненадолго в прошлое. Посмотрели сюжет об акции «Рождественский караван». Сергей, что делали волонтеры Одину Вол на этом мероприятии? Что входило в их обязанности? Сколько там волонтеров было? Всего было 12 волонтеров. Они встречали участников мероприятия. Провожали до интерактивной площадки, где вот Санта-Клаус ввел анимационную программу. Потом их провожали в здание самого Лазутинской трассы. И там тоже была интерактивная площадка. Я так понимаю, что в функции волонтеров входила достаточно непростая задача привлечь в игру. Да, собравшихся. Вот насколько это тяжело обычно сделать? В этот раз было легко, потому что детей, видимо, уже настроились, что будет уже программа какая-то. И с играми уже они встали. Там хоровод был и всякая вот эта программа. Вот они хорошо включились в нее. То есть такая публика была благодарна, да? Хорошо участвовали. Да, но детям всем понравилось. Мне кажется, все-таки волонтер, да, это больше призвание. Вот вы как-то к этому постепенно пришли, созрели. А есть люди, которые никогда не смогут работать волонтерами, быть волонтерами? Кто они? Какие у них, может быть, качества есть, которые никогда не дадут им себя реализовать здесь? Не сможет человек тот, который думает только о себе. Скажем так, эгоисты. Де, кто так и норовят сделать что-то плохое. Есть такие люди, к сожалению. А так, самое главное, качество, чтобы было человечность, самое главное, отзывчивость и доброта. Ответственность. Разгильдяй никогда не сможет стать волонтером. Вот мы пока готовились к программе. Да, я вот, честно говоря, несколько новых вещей узнала. Во-первых, о кодексе волонтера. Илья, что это такое? Это вот к Сергею. Сергей, что такое кодекс волонтера? У нас устав. Нет, устав, это есть отдельная организация. Устав организации, правильно. Да, есть кодекс волонтера, там, где прописаны моральные принципы, этические и так далее. В основном, я сам составлял этот кодекс, и несколько пунктов есть, что волонтер должен как в повседневной жизни, так и на мероприятиях вести себя прилично, потому что волонтер это лицо мероприятия и сам по себе должен быть примером. Стараться вести здоровый образ жизни, как до мероприятия, во время и после, и так далее. И соблюдать морально-этические принципы. А устав вашей организации повторяет? Примерно то же самое, просто называется уставом, но более так пожёстче. Поскольку, как я уже говорил ранее, организация раньше носила военно-патриотический характер. Это она со временем в своей существовании стала молодежной организацией, просто спектр свой расширила. Но название устава оставили, поскольку устав это что-то такое. Серьёзное. Что-то серьёзное, да. Прямо звучит так жёстко. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Хотел просто вопросик задать. Задавайте, Алексей. По электричкам ходят, вот волонтёры там детям собирают на помощь. Как бы это нормальные волонтёры-то, да? И как бы, вот хотелось бы узнать, это всё-таки какие-то мошенники. Спасибо, Алексей, за ваш вопрос интересный. Спасибо большое. Ну, как показывает практика, что большинство, конечно, мошенники. Но и есть нормальные люди, которые ходят и реально берут деньги и сдают их в благодарительные фонды. А как-то можно определить мошенники? Я не знаю. Лично, как моя практика показывает, ни на одного настоящего волонтёра вот такого я не натыкался. Можно, конечно, брать, проверять документы. И я думаю, это стоит делать, чтобы избежать каких-либо проблем. Они могут быть поддельные. Они могут быть поддельные, да. Тем не менее, у волонтёра имеется волонтёрская книжка, где приклеена его мордашка, где написана информация о нём, его ID, если он зарегистрирован где-то. Поэтому ID можно пробить этого волонтёра. И так, соответственно, проверить, является ли он действительно настоящим волонтёром или какой-то мошенник, который хочет развести вас на деньги. Поэтому тут, как говорили раньше, товарищ, будь бдителем. Ну да, доверяй, но проверяй. Доверяй, но проверяй, да. Ну а как вы думаете, стоит оказывать помощь тем, кто ходит по электричкам, представляясь волонтёром? Или есть какие-то альтернативные способы? Если уж и хочется пожертвовать деньги, то лучше через благотворительный фонд, уже напрямую, не через посредников. Я лично помогаю в электричках только музыкантам. Потому что музыка, она всегда... Они отработали. Они отработали, да. Они сыграли, ты услышал, они замечательно играют, прекрасные люди. Кстати, многие из них тоже волонтёры, которые могут выступать на каких-либо мероприятиях. Вот у нас был концерт, и там выступали такие вот ребята-энтузиасты. Вот. Им всегда прям, ну, не жалко дать какую-нибудь копеечку. А таким, то, что ходят там, помогите тем, помогите этим, вот у меня эти документы, такие, не вызывают вообще никакого доверия и интереса в целом. Но если возвращаться к волонтёрской деятельности в Одинцовском районе, да, мы обсудили обязанностей у волонтёров очень-очень много. А есть ли у них какие-то привилегии? Что даёт вот вам волонтёрская деятельность? Ну, кому-то это новое знакомство, общение. Кому-то, вот, как я уже говорил, что направление энергии в нужное русло. А также есть у нас волонтёрские книжки, которые при поступлении дают до 10 баллов ЕГЭ и АГЭ. По решению уже вуза, соответственно. Что за волонтёрские книжки, что там имеется? Ну, вот, как Илья сказал, там фотография, фамилия, имя, отчество, учебное заведение, организация. И туда записывается мероприятие. Вот, допустим, 4 января у нас была ёлка. Ставится дата, название мероприятия, место, где это было. И подпись руководителя. И печать, да. То есть сам волонтёр не может ничего заполнить, да? Нет, только руководитель. Только руководитель организации имеет право это делать. Илья, в социальной сети написано, что для того, чтобы присоединиться к движению Демос, нужно пройти некое собеседование. Вот какие вопросы на этом собеседовании чаще всего задаёте? И какой человек может соответствовать требованиям? Вообще, ну, основное требование, чтобы он был действительно честным, адекватным, то есть... А как это вычислить на вот первых парах, так скажем? Мы при первой встрече все очень милые, обходительные. Смотрите, да, а тут уже даётся испытательный срок после этого. То есть три мероприятия. На трёх мероприятиях проявил себя, то есть, ну, как адекватный, действительно хороший человек. Или ты всё мероприятие all-all-local, где ты занимался непонятно чем. Вот. И, ну, такие люди, конечно, не нужны. Я от таких стараюсь избавляться. Вот. Какие вопросы задаём? Чем увлекаешься, соответственно? Сначала узнаю интересы просто. Вот. Потому что в организации, как ранее говорилось, имеются отделы. Вот. И надо человека по его сфере... Ну, да, куда-то отправиться. Да. Куда он... Чем он хочет заниматься. Вот. И дальше уже, то есть, объясняешь ему, что делается. Он говорит, интересно ему это или нет. Спрашиваешь его взгляды жизненные вообще на жизнь, на всё остальное. Там, ну, политические интересы какие-то. Может, историю изучает, может, ещё что-нибудь. Вот. Всё это интересуешь, записываешь. Из этого составляется какой-то, ну, психологический портрет, скажем так, человека. И ты уже более-менее находишь к нему подход. То есть, знаешь, как с ним разговаривать и что для него будет лучше. И что для него будет интересней. Вот. Ты можешь более-менее с ним коммуникабельно налаживать контакты. У нас даже немножко проще. У нас анкету заполняют. И то же самое, те же практические вопросы заполняют. И чтобы без контакта прочитал уже, что человек о себе значит. Ну, вот. Не, я просто предпочитаю. Я с каждым волонтёром знаком лично. То есть, у меня вот так вот не проговорит. Мне вот именно нужно пообщаться с человеком, чтобы понять. Я вот не могу по бумажке, потому что я прочитаю, для меня это ничего не скажет. Мне вот именно нужно услышать, увидеть, в глаза посмотреть. Потому что, когда человек рассказывает, соответственно, мимика. И всё остальное, это видно. То есть, там, глазки бегают или ещё что-то. Вот. Мне приятнее видеть эмоции, чем надпись на бумажке. Ну, если в Демосе есть отделения различные, то я так понимаю, что в Одинволе есть филиалы. Вот расскажите, Сергей, что это за филиалы, где они находятся, сколько их? Всего сейчас насчитывается два филиала. Один в Назаревской школе, второй в Лесногородской школе. Ну, и сами мы базируемся вот в Одинцово. То есть, ну, такая, уже сеть, можно сказать, да, волонтёров в Одинцовском районе есть? Ну, тоже раньше были филиалы, но нам пришлось закрыть. Почему? Потому что филиал был на территории Донецкой Народной Республики. Вот, к сожалению, про политику не очень хотелось, но просто собирали гуманитарную помощь, туда отправляли. Вот. И кому-то надо было принимать. Вот, появились наши ребята, там они приняли и раздали всё это кому нужно. Но вскоре проблема вроде как решилась, и мы это расформировали. Ну, слава богу, что задача была решена. Да, выполнена. Просто вот на время сделали, выполнили, и всё было прекрасно. Благодаря вот директорам школы, Назаревской школы, Печенюслана Сентяевна, вот, прекрасно идут к нам на встречу. Всегда волонтёров отпускают, тоже большое спасибо. И Шушин Ивану Валерьевичу тоже вот всегда один звонок, всё, без проблем, всё, забирайте, мы их отправим с сопровождением, всё. Ну, и школьники у нас активны, сами желания, наверное, тоже проявляют, участвуют в различных мероприятиях. Илья, вы в составе делегации Одинцовского района посетили международный форум добровольцев, который, да, в декабре у нас прошёл. Поделитесь вашими впечатлениями, как оно было. Довольно-таки круто. По-другому не скажешь. Ну, мощно, размах был, конечно. То есть, полностью заполненный зал, я не знаю, сколько там было людей, честно не скажу, порядка, может, 15 тысяч человек, волонтёров. Со всей России. То есть, приезжали реально со всей России ребята. Это было очень крутое мероприятие. Крутая музыка, крутое оборудование. У всех были классные браслетики светящиеся, которые регулировали там пультом, они под музыку играли. Было много музыкантов известных каких-то там выступали. Ну, что вот были молодёжи, интересно, там какие-то рэперы, какие-то рокеры, какие-то попсовые певцы. Вот. Владимир Владимирович Путин, естественно, был сам. Пришёл, наградил добровольца годы, вручил ему премию. Счастье было полной штаны у всех, я думаю. Довольно-таки было интересно за этим наблюдать, на самом деле. В следующем году хотелось бы поехать? Если будет, обязательно. Конечно, такое мероприятие, я думаю, пропускать просто непростительно. Мало того, если ещё будет конкурс, вот этот год добровольца, ну, даже не год добровольца, а вот добровольца России, то будем ещё раз участвовать. Потому что мы уже участвовали, один раз прошли тур и всё, и дальше... Ну, мы будем за вас болеть. Я уверена, что всё получится однажды. Главное, пытать свою счастье. Получится всегда, да. Безусловно. Мы уже говорили о том, что ни одна ёлка в Одинцовском районе не обошлась без участия наших волонтёров. Одна из них прошла в Ледовом дворце Армада. Давайте вспомним, как это было. Более двух тысяч юных жителей муниципалитета стали зрителями ледового представления, которое прошло во дворце Армада. Ребятам показали сказку по мотивам знаменитого произведения Андерсона «Снежная королева». Красочные костюмы, оригинальное музыкальное наполнение, великолепная игра артистов. В этот раз ими стали фигуристы Театра на льду Олега, погрузившие зрителя в сказочную атмосферу. Благотворительная ёлка главы муниципалитета стала частью предновогодней программы. Для юных зрителей были даны два представления в 12 и 16 часов. Более 50 волонтёров оказали неоценимую помощь в проведении мероприятий. Ребята сопровождали гостей, выдавали подарки, помогали разместиться на трибунах. Накануне состоялся инструктаж, в ходе которого волонтёрам объяснили, как необходимо действовать на массовых акциях. Что должен знать и уметь волонтёр? Первое, волонтёр должен знать, что он должен быть приличным человеком, грамотным, красиво выглядящим и очень добрым. Театр на льду Олега – один из ведущих коллективов России. Актёры владеют акробатикой, умеют кататься на одноколёсных велосипедах, используют в постановках коньки-ходули, в репертуаре балеты, сказки, ледовые композиции. С хорошим настроением новогодним пришли сюда, услышали, когда подарки, больше обрадовались. Всего в предновогодний период ёлки главы посетили более 7 тысяч юных жителей Одинцовского района. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о Одинцовских волонтёрах. 8-415-508-86-84, телефон прямого эфира. Мы сейчас посмотрели лишь одну из нескольких ёлок главы. На скольких ёлках, если быть точным, работали Одинцовские волонтёры? Наши волонтёры работали на всех шести ёлках. Первые две ёлки были 19 декабря, вторые две были 21, и последние две ёлки заключительные были 4 января, вот прям совсем недавно. И что там волонтёрам нужно было делать? Волонтёры занимались рассадкой людей, контролировали раздачу подарков. Делали так, чтобы не было, как это называется, массового смешения такого людей, потому что, да, столпотворение, да, потому что, во-первых, дети, много детей, чтобы никого не задавили, вот всё в таком духе. Да, естественно, терялись дети какие-то, наши волонтёры их искали, ходили, искали мам. Я сам лично тоже одну девочку нашёл, говорю, потерялась, она говорит, да. Я говорю, давай, взял её на руки, мы с ней пошли. Я говорю, вы смотри, где твоя мама? Она говорит, вон она, подошли, нашли, всё отдали. Вот, ну, такие функции они выполняли. Также ещё они попробовали себя в роли билетёров, они проверяли билеты, чтобы правильно к трибунам подошли или куда в портер. Да, ну, провожали, соответственно, ну, это красотки, да, то есть они именно стояли на лестницах, проверяли билеты, на входе, брали, проводили, провожали. Тем более, если учесть то, что ёлка 19 декабря была, первая ёлка 12 часов, она была для детей с ограниченными возможностями, вот. По этой причине там были и колясочники, и приходилось как-то, ну, более плотно за ними, конечно, ухаживать. То есть ещё и физическая нагрузка была. Ещё и физическая, да, то есть там где-то поднять, ну, хорошо лифт работал, конечно, вот. И были трапы, то есть почему можно было подниматься, вывозили в портер, в портер, всё выставляли, было, в общем, всё грамотно схвачено. Вот, но волонтёров было порядка 50 или больше человек, но не хватало, хотелось бы, конечно, больше. Потому что, ну, уставали просто ребята очень сильно, много приходилось сюда-сюда бегать. Я работала в составе съёмочной группы на одной из этих ёлок, и действительно, сохранять спокойствие достаточно тяжело, потому что вокруг дети, они кричат, они бегают, и народу очень-очень много. Детей, да, и взрослых было, там, несколько тысяч, волонтёров всего 50. Как вот при таких условиях сохранять спокойствие? Спокойствие, спокойствие, ещё раз спокойствие. Закалка, да? Закалка, да, просто закалка. Закалка не идти, если видно, что человек, ну, как бы, агрессивно настроен сказать, ну, спросить, что ему не устраивает и так далее. Уже потом с организаторами их свести, уже сами там обращаются. Да, то есть, ну, были какие-то, конечно, конфликтные ситуации, но у нас перед каждой ёлкой инструктаж обязательно, то есть вот мы все собираемся, все рассказываем ребятам, чтобы ничего не забыли. Вот, и если какой-то конфликт, какая-то проблема, мой телефон всегда работал, мне звонили, я приходил и быстро решал. То есть, ну, кто-то там, может, жалобу какую-то писал, кто-то там буквально воспринимал, ну, была задача, то есть мы людей из зала выпускали по трибунам, то есть вот в волейбольном центре. То есть сначала трибуна Б, потом С, потом А, то есть, ну, так, чтобы не было толкучки, опять же. Вот, какой-то волонтёр, ну, буквально, может, воспринял это, не выпускал тётеньку одну, а она сказала, что у меня ребёнок хочет писать в туалет. Вот, но начала на него возмущаться, хотела жалобу на него писать. Ну, позвали меня, естественно, я говорю, пишите жалобу на меня, а мы уж разберёмся. Она такая, всё хорошо. Ну, надеюсь, что история закончилась, в общем, в целом хорошо. Всё хорошо закончилось. Ну, конфликтная ситуация возникает, потому что, да, люди все разные. А волонтёр должен найти подход, собственно, вот ко всем. Как? Как это сделать? Ну, тут уже по ситуации, опять-таки, видно. Есть люди, да, что вот с ребёнком, да, вот была ситуация тоже с выдачей подарков, что хотят получить заранее подарок и уйти, что вот ребёнку плохо, всё. Ну, вот надо как-то, ну, просили, подождите, сейчас вот хотя бы все уйдут, чтобы никто не видел, а то потом пойдут получать подарки все. Всё аккуратно, деликатно отдавали, и всё. То есть, в принципе, таких конфликтов случаются нечасто. В общем, почти не случалось. Мне кажется, вот Сергей Правиль сказал, в таких ситуациях 75% люди просто хотят, чтобы с ними поговорили. Да. И обычно разговором всё это заканчивается. Люди на ёлках были разные, на этих, конечно, ну, не знаю, волонтёры справились на ура со всеми. Прям, реально, ребята очень большие молодцы на этих ёлках. Вот, и комитет по делам культуры, туризма и молодежной политики, администрации Санецовского муниципального района, очень сильно, ну, помог, то есть, с этим тоже прям молодцы. Они и униформу выдавали, то есть, всем волонтёрам были в наших шилеточках красивых, футболочках. Да, были заметны. Питание, самое главное. Все было организовано, чётко, было около 120 волонтёров для людей с ограниченными возможностями. Была, ну, это, скажем так, отдельная программа на каждый блок. Там они ходили по этажам, и где-то мастер-классы были, где-то, как, игровая зона и спортивная была зона. И потом концерты мы показывали. Приезжали артисты знаменитые, и всем всё понравилось. А ещё какие-то такие крупные мероприятия хочется отметить? Или это вот такое основное из того, что запомнилось в ушедшем году? Село Иславское вот было 1 декабря, рассвет Победы был. Хоть и на морозе, но всем понравилось всё. И каши поели, скажем так, солдатской, да. И посмотрели реконструкцию, и на митинге поприсутствовали. И 9 декабря Дунинский рубеж, то же самое. Почти весь день тоже на холоде. Тоже посмотрели реконструкцию, и тоже всем понравилось. Запомнилось, нет, бронепробегом запомнилось, конечно. Ну, в котором моя организация лично участвовала своим техническим обществом. Запомнился рок-фестиваль, который мы организовывали тоже в Вяземграде. Этот, господи, форум добровольцев. Тоже, который был, не вспомню сейчас уже, где он был. Само мероприятие запомнилось. Само мероприятие запомнилось прям очень так хорошо. Ну, потому что люди жили в палатках, и это довольно-таки интересно. Особенно для молодежи летом, когда вот, ну, уже съездил и на море, или еще куда-то, или не съездил никуда, но куда-то хочется. Вот. И выехать на природу со своим коллективом, со своими ребятами, с друзьями довольно-таки приятно. Еще было вот интересно, когда наряжали центральную площадь, вот нас позвали тоже помочь украшать, там цифры были металлические, их тоже вот гирляндой. И вот с двух часов до восьми мы тогда два дня были, и тоже всем понравилось, кто принимал участие, помогал. И уже увидели с внутренней стороны, как это все, праздник организовывается, как все вот это украшается. Это своя технология развешивания шаров, и вот все вот эти вот гирлянды тоже все. Да, это самый главный, наверное, плюс быть волонтером, потому что большая часть людей очень любит критиковать все, что делает кто-либо. И при этом ничего не делает. И при этом ничего не делает, да. А волонтеры, они просто сами в этом участвуют, и они понимают, что, блин, это действительно сложно, и, наверное, я не буду больше так критиковать никого. Побывали в школе, в шкуре и тех. Да, побывали в шкуре и тех, и этих, то есть, ну, почувствовали по разные стороны баррикад, скажем так. Да, и теперь появилось какое-то понимание. Ну, и последний вопрос, не могу его не задать, 2019 год только начался, какие планы? Планы очень большие. Одно из крупных мероприятий планируется на 12 апреля. Наша организация, вот, Демос совместно с комитетом по делам культуры, туризму и молодежной политики и Краеведческим музеем. Хотим повторить выставку ArtSkill, вот, в Краеведческом музее она будет с 12 апреля, посвященная тематикам будет космос, поскольку у нас Гагарину в этом году 85 лет исполняется, по-моему, если не ошибаюсь. Да, вот, будет интересная выставка, я думаю, она будет гораздо больше в этот раз, будет больше художников и будет гораздо интересней, вот, поэтому ждем вас на этой выставке. Мы ждем приглашения с удовольствием. Самое главное не сказал развиваться и работать. А, это самое главное. Это самое главное. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, будем следить обязательно за вашей деятельностью, ждем приглашения на мероприятия, в которых вы будете принимать участие, удачи вам. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, до новых встреч на канале ОТВ. Спасибо. 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 Спасибо.